Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 4 мая, суббота 2024 год и у нас сегодня ночью был мороз. Вот хочу вместе с вами выйти, посмотреть, как там дела и рассказать, как я с этим морозом вчера боролась. В общем, давайте перейдем на улицу. Сейчас вот даже через окошко видно, на камеру, наверное, не видно, что еще на траве даже мороз. Ну, хорошо, хоть солнышко светит. Давайте выйдем на улицу и посмотрим, что там. Вот вчера я позаносила вот такие огурчики у меня уже повсходили. Я их уже вынесла в парничок, который мы с Лешиком накрыли. Там вот цветы хоть и плохенькие, но тоже позаносила. Вот и помея, кстати. Ну, и теперь давайте пройдем, посмотрим на улицу, что там. Честно говоря, ох, какой холодный ветер! Даже страшно выходить. Кстати, пригодились мне вот эти светильнички. И я ими так хорошо пришпилила, в общем, то, что могло замерзнуть. Здесь куст лилии. Под вот этим геотекстилем тоже куст лилии. Но здесь я пришпиливала. Это вот специальные шпильки на озоне покупала для геотекстиля. Ну, лилия, лилейник, вернее. Это не лилия, а лилейник. Живая. Вот там стоят пиончики. Ну, пока раскрывать не буду, но вроде как листья живые тоже. Тоже вот так вот пришпиливала вот этими светильничками. Ой, как же жалко эти все растюшки. Здесь у меня лилия, которая большая. Да, живая. Слава Богу. Да, еще один момент, друзья. Перед тем, как мороз, надо пролить землю. Это я тоже где-то увидела в каком-то ролике садоводов. И тогда идет испарение, и растение греется. Вот. Ну, это лилия. Ой, ну прям, нет, не буду пока. Видите, банки запотели. Вот прям запотела банка. Не буду открывать. Там лилии, которые, ну, еще только-только начинают. Здесь тоже ведро. Здесь большая, уже банка не накрывается. Живая, слава Богу. Ну, ирисом, я так поняла, ничего не будет. Папоротником тоже. Гортензия. В этом году тоже у меня пошла расти. По-моему, это древовидная. Это гортензия. Беленьким цветет. Очень много базальных побегов выросло в этом году. В общем, она болела долго, но вот пошла. Может быть, ей здесь не совсем хорошо. В этом закутке. Ну, может быть, потом пересажу. В общем, здесь, слава Богу, все хорошо. Все целенькое. Вот так вот высаживаю рассаду в мае. Так. Ветер очень холодный. Черешенка бедная. Я утром выходила. Ну, вот отошла. А то листья прям были все стеклянные. Стеклянные. Видите, они прям все вот сейчас поникшие такие. Как же жалко. Но это нормально. Она в этом году мне дала один цветочек всего. Еще рано. В общем, нормально все. Не замерзла. Ох, смотрите. По клубнике какой мороз. Посмотрите, какой ени лежит. Просто мороз-мороз. Вот, видите. Все в снегу. А уже ведь начинает зацветать. В том году у меня очень много было клубники. Я всю ее наморозила. И до сих пор еще несколько пакетов мороженой клубники есть. И есть. Хотя мы ее часто кушаем. Я не люблю. Ну, как не люблю. Но мне больше нравится мороженая клубника. В мороженце добавить. Так просто с сахарком. Я где-то морозила ее с сахаром. Где-то просто без сахара. Потом добавляла. Вот, видите. Вы мне писали, что этот сорт купчиха очень хороший сорт. Она прям вот пучками, такими гроздьями. Вот, посмотрите, что творится на кусту. Сколько здесь ягод. Очень хороший сорт клубники. Он достался нам вместе с покупкой дома. Я очень благодарна хозяюшке, которая здесь ее посадила. Я сомневалась, что за клубника. Ну, как она будет. Но она себя прям очень хорошо показала. Вон там поникшие прям все поникшие от мороза. Но клубника отойдет. Клубники ничего не будет. Ну, а теперь давайте пройдем в теплицу. Посмотрим, что там. Видите, я вот так вот. Мы только затянули теплицу. И я сразу от прямых солнечных лучей. В том году покупала на Ватбрисе. Вот эту затеняющую сетку. И, в общем, она, видите, и на крыше теплицы. И вот боковая часть, откуда солнышко поворачивается. Восточная сторона. Я сразу затягиваю вот такой сеткой. Чесночок. Сильно у меня пожелтел. Я его проливала. Нашатырным спиртом разводила. И он прям стал лучше. Еще надо будет раз сделать такую обработку. Вот жду, неделя пройдет. И я еще раз обработаю его. Ну, вообще, такая тоже хорошая деляночка. В общем, нормально здесь. Картошка не успела взойти. Слава богу. Начал сходить лучок уже. Вот они, дочечка, мне помогала сажать. Начал уже. Вот он. Полез. Ну, луку ничего не будет. Его и в зиму сажают. Хотя, говорят, лучше все-таки весной лук сажать. Ну, а теперь давайте пройдем в тепличку. Ну, здесь тепло, друзья. Сейчас я вам покажу, что здесь у меня. Помидорчики. Это вот мои розовые помидорчики. А эти вот, не запоминаю название. Такой помидорчик с пимпочкой. Не очень крупный. Розовый не положишь в банку. Он очень большой. Он так кушать и носок. А это вот я покупала, сажала. Перчик у меня там. Помните, что беда с перцем была. Он у меня еще маленький. Но вот как только я вынесла его в парничок, сразу как-то повеселел. Повеселел. И эти вот помидорчики вроде бы нормальные. Там в ящичке нашла старый пакет. Какие-то махровые астры. Ну, видимо, уже давнишние семена. Вот взошло только два. И то, не знаю, астра это или еще что-то. Ну и самое главное. Купила я два года, наверное, у меня уже вот этот обогреватель. Называется Доброе тепло. Я его сначала вешала вот здесь, вот в теплице. Но, ну вот, вот сюда. Вот у меня даже здесь крюк есть, видите. А вчера вечером зашла, что-то как-то холодно показалось. Думаю, ну, конечно, он, ну так, это обогреватель, знаете, для балконов. Ну, мало он дает тепла. Хотя, когда отключают отопление, ну, вот, допустим, в Москве, в городе в каком-то, да, и бывают вот такие заморозки, то вот этот обогреватель, ну, спасет. Особенно у кого маленькие детки. Отопления нет. Не хочется включать там киловаттник, который мотает. А вот это Доброе тепло, ну, создаст такой хороший микроклимат. И вот я вчера на гвоздик его здесь повесила, чтобы прям поближе-поближе к растениям. И, видите, все они стоят. Все они стоят. И, опять же, здесь пролила, вы видите, здесь мокро. Пролила прям два поливальника, вылила сюда воды, чтобы от земли шло испарение. И испарение, конечно же, шло. Видите, все, вот, все запотело. И растения пережили этот заморозок. И, в общем, все хорошо. Вон там тоже перчик. Вот. Ой, тепло прям, вот, касаюсь его. Такой обогреватель тянет, вообще, можно сказать, ничего не тянет. 200 ватт в час. Это даже, если всю ночь будет работать, 10 часов, это всего 2 киловатта. По деньгам это немного. 10 рублей там накрутит у вас. Зато вот эти вот растения. Ну, чтобы не тащить мне опять все это в дом. Конечно, можно было все это перетащить опять в дом. Но я уже в доме все вымыла. В той комнате, где они росли. Это вот комната с камином, которая наша. Понятное дело, как не аккуратно не поливая, все равно это грязь, все равно земля попадает там и на пол, и на столешнице, и так далее. Мне, конечно же, не хотелось все это опять тащить в дом. Поэтому вот этот обогреватель, это не реклама, друзья, но он меня вот уже, наверное, третий год спасает вот от таких возвратных заморозков, которые у нас бывают в средней полосе. Я живу в Липецкой области для новеньких. Город Чеплыгин. И у нас часто бывают вот такие майские заморозки, когда там начинает цвести черемуха. Да и после цветения черемухи, и сейчас вообще климат непонятный. Ну, в общем, вот эта штука меня спасает. И не накладно по деньгам. Вот я притащила сюда 50 метров переноска. Тоже очень удобно на бухте этой. Сюда также уже принесла воду. От нее тоже, кстати, испарение идет. Туда уже намешала гранулы куриного помета. Буду доливать водичку. И когда здесь высажу, скорее всего, здесь высажу огурчики. Хотела перчик, а потом решила, что для перца все-таки тепличка маловато. Поэтому опять посажу огурцы. И все будет хорошо. Вот на завтра нам опять обещают холод и еще и дождь. Там 16, правда, будет потеплее. Это не минус 1. И дождь. И я потом вот здесь попротыкаю шилом дырки. Потому что крыша у нас прямая. И, в общем, чтобы вода от дождя не попрорывала пленку. Я здесь делаю дырочки. И сразу идет самополив. В общем, это для тех, у кого такая тепличка. Ну, в общем, я рада. Я рада, что здесь все хорошо. Давайте выйдем. И я вам немножко расскажу, чем я вчера занималась. И какие у меня планы. Так, пока тепличку прикрою. Еще холодно. Ветер холодный. Сейчас вот солнышко развернется. Нагреется солнцем. И тогда я выключу этот обогреватель. Очень хорошо пошла расти рожь, пшеница и овес у меня здесь. Уже такая щеточка. Здесь под пленкой я посадила огурчики. В том году их здесь очень много было. Очень много. Прям плелись по забору. Ну, вот в этом году посадила. Прикрыла их. Ну, они, в принципе, еще там ничего с ними не ожили, так скажем. В общем, в этом году опять здесь посадила огурцы. А вчера, друзья, целый день я занималась выбором цветов. Общалась с моей любимой приятельницей, подружкой, Мариночкой Мисан. Которая просто отличный цветовод. Я, наверное, ее вчера замучила. Ой, сколько нужно перелопатить информации. Чтобы выбрать, ну, хорошие цветы по твоему характеру. Посмотрите, как газон хорошо пошел. Очень хороший газон. На Вагберис покупала. Называется Твой газон. Уже здесь выкопала лунку. Купила я, короче, плетистую розу одну. Хотела ее сажать вот здесь. Может быть, я здесь ее и посажу. Вообще, эта яма была для клематиса. Но клематисы у меня в ведрах. И хорошо, что я их посадила в ведра. Вот вчера я схватила эти ведра. Поставила в сарай. Сейчас вот вынесу, на солнышко потеплеет. Да, ну, как бы носиться с этими ведрами. Но зато я спокойно, что там уже один клематис хорошо пошел в рост. Четыре еще спят. Но один-то хорошо пошел. И он еще такой слабенький. И как бы я здесь его укрывала. Я не представляю. Поэтому я не жалею, что я посадила клематисы в ведра. Они не постоянно там будут расти. Год-два. Потом я их пересажу, когда они укоренятся, окрепнут. Методом перевалки из ведра. Высажу или здесь. Либо когда мы сделаем шпалеру. Вот там, вдоль соседского дома. То высажу туда. Посмотрим. Вот посмотрю в ведрах, где он лучше будет расти. В чем вот прелесть. Я могу поменять место и понять, где клематису лучше. Так вот. Купила розу плетистую. Пьер Дересар. По-моему, так называется. Очень популярная роза. И одну кустовую розу. Называется Де Жарден де Шамот. Вот как-то так. Так обрадовалась. Что у меня теперь будут розы. Потом стала смотреть про эти розы. Ну как же. Сначала нужно сделать, а потом подумать. Я не знала, не ожидала, какой это труд с плетистой розой. И уже хотела было отказаться от этого заказа. Благо на Озоне можно спокойно взять и отказаться от заказа. Ну я недорого нашла. 450 рублей это роза. И вторая тоже в этом районе. Тоже 447. Ну что-то такое там. А потом с Мариной пообщалась. Она говорит, ну потеряешь ты эти деньги небольшие. Зато у тебя будет опыт. И уже отпадет желание к розам. Короче. Эту розу нужно, во-первых, сначала пришпиливать к этим шпалере. Осенью это все отшпиливать. Укладывать на землю. Укрывать. Весной опять все это пришпиливать. Обрабатывать. На нее там какие-то трипсы нападают. Еще что-то. Это все муторно. Ее кормить, подкармливать. Ну вы скажете, ну любые растения надо подкармливать. Да. Я в этом сложности не вижу. Но вот это вот все отшпили, пришпили. Ее уложи, укрой. Я представила, какие у меня будут руки. Какая я вся буду исколотая. И решила, что я все-таки эту розу куплю. Да. Посажу. Посмотрю. Получится у меня хорошо. Не получится. Тоже хорошо. У меня уже отпадет желание сажать эти розы. Но купила. Не откажусь уже. У меня скоро день рождения. И это подарок на день рождения. И придет, кстати, практически в мой день рождения. Что еще я купила? Я еще купила, вот по совету Марина, метельчатую гортензию. Просто бомбический цветок. Потом купила гортензию крупнолистовую. Тоже шарики красивые. Купила два пиона одинаковых. Называется воронок. Это вообще сказка. Он мне напоминает листья сосны. И на концах веточек растут, распускаются красные цветы. Это неимоверная красота. Не особо нуждается в пионе. Ой, не особо нуждается в уходе. Вот про пионы вспомнила. И вот такая получилась тавтология. Купила еще пион древовидный. Называется снежный лотос. Тоже очень красивый. И пока на этом остановилась. Вот здесь вот буду компоновать. Ну, там роза, клематисы. Вот на этой шпалере будет роза, клематис. Опять клематис. Потом будут идти гортензии. Марина говорит, сажай в шахматном порядке. Ну, чтобы это красиво смотрелось. Ну, я еще по цветовой гамме все это подбирала. Вот здесь. Там будет солнце. Солнечный будет. Вот здесь вдоль. Вот здесь я посажу вот эти вот три вида пионов. Два воронка и... Или воронец, как-то так называется. Да, воронец. И один древовидный снежный лотос. Вот. Может быть еще куплю хосты. Тоже, чтобы как-то разбавить. Ну, должны... Должна же быть какая-то просто зелень, что ли. Вот так. С этой стороны пока сажать ничего не буду. Потому что здесь намечается стройка. Будет разбираться вот этот сарай. И здесь можем затоптать. Поэтому в этом году буду осваивать, ну, только вот эту вот часть клумбы. Должна получиться красота красивая. Видите, уже вынесли стол мы. Вынесла я эти сидушки красивенькие. В общем, к лету готовы. Ну, у нас наступил зима. Минус один. Рассказала вам немножко новостей. Кстати, вот эту вот ямку я выкопала, вычитала. Не вычитала, а высмотрела на ютубе. Что можно посадить плетистую розу. И она будет плестись по вот этому дереву. Но я посмотрела, какие они мощные. Я думаю, что вот этого дерева опоры не хватит. Оно слишком молодое. Поэтому эту яму опять, скорее всего, я закопаю. Вот так вот, как Лешик говорит, Лена, это муки творчества. Закопаю, раскопаю, передумаю, переставлю. В общем, занимаюсь я облагораживанием наших клумб. Заборчик я уже сделала. Он радует. Кстати, у нас очень сильные ветра были. Он прошел экзамен. Ничего нигде не повалилось. Даже без колышков он стоит. И все с ним хорошо.